Привет и добро пожаловать в святилище Мотоскай Риме, часть 48. В одном из предыдущих видео я обозревал дом под названием Астерия, который представлял собой крутой летающий двемирский корабль. Это великолепный дом, но как я говорил, я очень хотел бы поуправлять им. Вот это было великолепно, но летать на нем нельзя. Однако появилась парочка модов, которые добавляют управляемые двемирские корабли в игру. Я собираюсь попробовать их. Также в том видео я попробовал кое-что новое. Я не обозревал мод, который знаем, я просто поставил его, включил запись и исследовал его вместе с вами. То же самое я собираюсь сделать и сегодня, просто для разнообразия. Мы исследуем эти корабли вместе. Я толком не знаю, что нас ждет. Я лишь мельком посмотрел инструкции. Круто. Типа ладья викингов, я думаю. Честно говоря, я думаю, я встречу двемирский корабль. Но этот крут, эдакая ладья викингов. Это не менее круто. Давайте осмотрим его. Сейчас он не парит. Сейчас он стоит в воде. Кстати, найти его можно рядышком с нашими камнями-хранителями, которые мы находим в самом начале игры по дороге в Ривервус. Мы видим тут сундук с книгой внутри, и ее нам предлагают забрать. Эта книга позволит мне менять настройки и даже управлять кораблем, я думаю. Давайте немного отложим это и поднимемся на борт. Хорошо, заходим. У меня вопрос. Спутник сможет зайти? Похоже, нет. Призванные создания не смогут к вам присоединиться. Ну ладно, я всегда смогу призвать кого-нибудь. О, глядите. Ага. Значит, мы можем активировать корабль отсюда. Может быть, откуда-нибудь еще? Давайте осмотрим остальную часть корабля. Что внутри? Он очень пустой и очень огромный. Ага, вот. Как я и сказал, этот корабль находится в воде. И вот тут у нас вода. Тут у нас клиппинг. И к тому же тут пробоина. Возможно, это еще один ход? Или люк, чтобы с парашютом прыгать? Я буду удивлен, если я смогу улучшать этот корабль, помещать сюда какие-либо объекты, чтобы они находились внутри. Смогу ли я затащить внутрь шундук, например? Окей, теперь давайте... Где там мой скелет? Он не присоединился? Теперь давайте повеселимся. Ага, вот мы имеем что-то типа вида от третьего лица. Он ограничен, я не могу смотреть назад. Используем стрелочки, чтобы двигаться вперед. О, это здорово! Также он летит по инерции, когда я отпускаю кнопки, и я прохожу сквозь деревья. А если я нажму назад? Да, он плывет назад. И как я понимаю, подъем, это правый shift. Так и есть. Есть небольшой клиппинг. Неприятно, но не смертельно. Теперь нажмем Ctrl, чтобы спуститься. Он еще некоторое время поднимается по инерции, несмотря на то, что я жму Ctrl. Я что-то слышу, будто кто-то бегает по палубе. Ладно, попробуем подплыть к ветреному пику. Надо подняться немного выше, а то у нас тут клиппинг. О, великолепно! Боюсь, что с таким управлением я не заторможу вовремя. Хорошо. Теперь, чтобы спешиться, нам надо нажать на Enter, в отличие от лошади. Ничего не происходит. Также тут есть ручник. Я прочитал в инструкции. Он включается клавишей 0 на цифровой клавиатуре. Он сбрасывает все скорости на 0 и, наверное, очень полезен. И Enter должен нас спешить. О, так и есть! О, как круто! К тому же я в бою. Я могу вести бой с корабля. Могу использовать лук. Это круто! О, да, это круто! Активировать пушку. Круто! Только теперь нельзя бегать. Так, а как стрелять? Так, а как отойти? Кнопка Enter. Жаль, целиться нельзя. Но я думаю, круто убивать таким образом драконов. Ну что ж, вот вам летающий корабль, который круто летает. Не знаю, как он в плане проживания. Тут можно, в общем-то, жить, но были бы тут хотя бы сундуки и прочее. Но проблема в том, что сундуки являются неподвижными объектами. Так что они работать не будут. Я не до конца уверен, как это можно реализовать. То же самое с дверьми. Если ее разместить тут, она останется на месте, когда корабль улетит. Я уже представляю кучу технических проблем с тем, чтобы поставить сюда мебель. Но было бы очень здорово, если бы кто-нибудь попробовал. Давайте теперь поглядим, что у нас было в книге. Режим полета. Игрок неподвижен и игрок подвижен. О, давайте попробуем режим подвижности в режиме полета. То есть теперь, если мы активируем штурвал, мы останемся на палубе. В итоге, когда я двигаюсь, он следует за мной. О боже, мы разобьемся, мы разобьемся. О боже, скорее жмем энтер. Так не пойдет. Оу, я припарковался к строению. Надо сказать, что управление с палубой не такое уж и простое. Прикольно. Зато теперь я могу спрыгнуть на крышу отсюда. Это очень круто. Мне нравится, это очень весело. Можно сбрасывать на людей всякие предметы с высоты. Давайте заглянем в книгу еще разок. Так, у нас тут есть настройка клавиш, где можно менять управление. А также вы можете активировать корабль. И я вот думаю, что бы это значило. Значит ли это... Уууу, я заметил небольшую проблему с пушками. Без косяков не обошлось. Сейчас я решусь на безумие. Я прыгну. И прежде чем разобьюсь, я открою книгу и активирую корабль. Да! Вы можете активировать корабль откуда угодно и сразу попадете на него. Так что это телепорт на ваш корабль. Что, безусловно, очень полезно. Все, что нам сейчас нужно, это парашюты. Итак, жмем 0, ручник. Да, действительно, он сбросил скорость, но не встал как вкопанный. Мне нравится. Это здорово. Спешивание занимает некоторое время. О, мне вернули пушки. Видели, как они вновь появились? Я вновь их хозяин. А что с управлением? Он все еще движется со мной? Нет. Ну, в общем, есть тут пара глюков, но мы простим их. Мод очень крутой. Надо сказать, чувство великолепное. Конечно, понятно, что клиппинг, да и летать можно на метле. Но по-настоящему круто стоять на огромном корабле, парящем в небесах над Ривервудом. Это очень круто. Я бы реально хотел параплан или парашют. Очень впечатляет. Народ, я вернулся на сайт и увидал, что использую версию Beta 0.1b. Это альтернативный вариант. Так вот, установил версию без B и вот, вот что я реально ожидал видеть. Это, конечно, гораздо круче, чем то, что мы видели в дне сомнений. Эта лодочка мне нравится. Внизу у нас по-прежнему... Не пойму. Ну да, трубы проваливаются в текстуры. Пока опустим это. Возможно, это из-за того, что я использовал другой корабль. Хочется осмотреть его со всех сторон и признать, что он выглядит гораздо привлекательнее. А летает он так же? Да, это круто. Он выглядит очень здорово. Смотрите, он кринится при повороте. Круто. Это то, чего так не хватало. Это на самом деле очень круто. Спешивание происходит немного быстрее, чем на предыдущем корабле. Привет! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну да, попробуйте достать меня. Без шансов. Итак, прошу прощения, что поначалу взял не тот корабль, но так бывает, когда вы делаете живое видео без репетиций. Крутой мод. Обе лодки очень крутые. Выбирайте по вкусу. У этой модели есть проблемы с текстурами даже больше, чем у той. Как видите, небольшие глюки. И я предполагаю, что если я шагну в дырку, я упаду. Точно. Следующий мод, который я хочу вам представить, тоже является летучим кораблем и называется Дефавеза. Извините мне, мой. О, да! Вот это супер вообще! Если я не ошибаюсь, то эту модель мы могли наблюдать в квестовом моде «Лунная тропа в Эльсфер», который я тоже обозревал. И как туда забраться? Думаю, что тут те же скрипты, что и в предыдущем моде. Так, надо идти в обход. Окей. Тут есть проход? Да, маленькая тропинка. И опять-таки сундук. Боже, как он крут! А вообще круто! Я удалил предыдущий корабль, думая, что этот займет его место. А нет! Как видите, можно установить оба, и будет у вас два корабля, пришвартованных в разных местах. Вот эта доска выглядит очень хлипкой. О, это очень круто! О, и... Моя коллега не возникла и у моего коллеги, как видим. И он поднялся на борт. Я думаю, что там он не поднялся на борт только потому, что борт был очень высоким. Здорово! Очень здорово! Ладно, полетели. Здесь полет такой же? Начинает полет этот корабль с большей высоты. Да, этот корабль также клепует, но ничего страшного. Клавиши свежие. Повернем и направимся к утесу. Надо немного замедлиться. Этот мне нравится. Он более интересен. Да и вот этот шар делает его более правдоподобным. Так и должен выглядеть летучий корабль. Есть ли тут ручник? Да, есть. Спешиваемся. Я вернулся. Тут нет пушек, но мы видели с вами, что бывает с пушками. Также нельзя зайти внутрь, но, честно говоря, не велика потеря. Как он мне нравится. Классная модель. Я с ума схожу. Неужели не красота? Он проще, чем двимерская версия из первого мода и не имеет движущихся частей. Но зато очень элегантен. Обожаю его. Я фанат, вне всяких сомнений. Ни с чем не сравнима. Единственная проблема, которую я вижу, это то, что он не является домом. Я бы не отказался. Но, как видите, тут нет ни сундуков, ни... О, я соврал, я соврал! Офигеть, так он еще и дом. Блин, я официально заявляю, я влюблен в этот мод. Темновато тут. Итак, тут у нас алхимическая лаборатория. Парочка замечательных сундуков. Пентаграмма душ. Ну и кровать. Небольшая кровать, но, будем честны, корабль не так и велик, и было бы глупо его захламлять. Все достаточно проводоподобно. Вот, это мне очень нравится. Вот так. Вряд ли я найду для себя лучший дом. Это просто великолепно. Это великолепный летающий корабль, который доставит меня куда я захочу. И к тому же, я думаю, в него тоже можно телепортироваться книгой. Я не уверен, но думаю, что мне бы больше хотелось возвращаться на него более реалистичным способом, чем открывать книгу и жать активировать корабль. Может быть, какой-нибудь телепорт, например, который бы отправлял меня на корабль, но не подключал меня сразу к управлению, что немного неестественно. Думаю, я бы предпочел это. Но еще круче было бы, если бы вниз свисало что-нибудь типа веревки. И надо было бы кликать на веревку, чтобы подняться наверх или спуститься вниз. Но в любом случае, вы всегда можете вернуться на корабль через книгу, чем легко можно злоупотреблять и вряд ли кто-то откажется. Но как бы там ни было, он великолепен. Я считаю его лучшим из модов кораблей. А также, это неплохой дом. Ой, ладно. Неплохо стреляют, надо сказать. Вы не могли бы подождать, пока я закончу записывать? Я был бы благодарен. В общем, мод просто великолепен для меня, и думаю, что это мой любимый дом для персонажа. Потому что его можно брать с собой. Модель просто великолепна. Я обожаю его, и, видимо, все это благодаря моду про Эльсвейер. Конечно, этот мод обязан и нашему первому кораблю. Так что, спасибо и тому, кто его сделал, и позволил этому парню использовать свои скрипты для корабля. Это как раз тот случай, когда модеры, работая сообща, превращают работы друг друга во что-то удивительное. Этот дом для игрока красив, полезен. Единственное, на что я жаловался, это клиппинг, который немного портит впечатление. И вторая вещь, это телепортация на корабль через книгу. Думаю, лучше было бы использовать лебедку или что-то типа того, что-то более реалистичное, более естественное. Такие вещи имеют значение для меня, но это воистину великолепный мод. И вы должны его попробовать. Установка об их модах очень проста, но вам необходим установленный SKSE. Если у вас какие-то проблемы с ним, то ознакомьтесь с моим видео по его установке. Она очень проста. К тому же SKSE использует множество модов. Мод Двемер Скайшип Фулли Флайбл имеет две версии, как вы могли заметить в видео. Версия с буквой B на конце выглядит как ладья викингов, а версия B из нее выглядит как двемерский корабль с шестернями на корме. Выбирайте тот, который нравится, качайте менеджером и активируйте. Очень просто. Летучий корабль DEV AVEZA, опять же, прошу прощения, если я произношу неправильно, идет единым файлом. Качайте менеджером и активируйте. Тут есть старые версии, но дополнительных файлов нет. И опять же, вы должны иметь SKSE. Убедитесь, что он установлен. Ну и как обычно, заканчиваем мы скриншотами, которые вы, ребята, сделали. Если вы хотите, чтобы я разместил ваши скриншоты в своих видео, вы можете пройти по ссылке ниже, на мою страничку на Nexus. Загрузить туда свои картинки, я постараюсь разместить настолько много картинок, насколько смогу в каждом эпизоде. Я надеюсь, вам понравилось это видео, и надеюсь, оно было полезным. И если это так, пожалуйста, лайкните, я буду очень благодарен. Жду встречи в следующем нашем видео, ну а до тех пор, всего хорошего.